Продолжение следует... Без проблем. Так, что у нас там на ютубе? Смотри, Герман, лучше бы... Это последняя запись была у тебя в блокноте. Да сам не знаю, ребят. Что-то с иммунитетом моим стало, не пойму. Но просто я не берегу себя, вот и всё. То есть в тот момент, когда мне жарко, я стараюсь максимально себя охладить и не думаю о том, что вентилятор может сотворить со мной такое зло. То есть действительно, ребят, берегите себя. Если вам жарко в определенных моментах, лучше поберегите себя. И лишний раз удостоверился в том, что при жаре любой контакт с водой помогает освежиться. То есть никакие вентиляторы, никакие эти кондиционеры, ничего не надо. Это лишний раз может у вас простудить. Просто идите умойтесь, немного воды возьмите себе, налейте в чашку там, не знаю, и так далее. Это действительно лучше охлаждает, нежели все вот эти вот вентиляторы. Ну, кондёй... Кондёй. Именно так. Кондиционер, он может быть... получше будет. Но вот вентиляторы, это, конечно... Так что, ребят, берегите себя. Берегите себя. Лучше лишний раз потерпеть. Я не потерпел, три дня с температурой 38-39 провалялся. Так что... Такое дело. Так что поставка. Да по ставкам там на XD очень много ставок. Прям очень много. Максим, тебе или Герману писать? Маратас, мне, 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 мне пиши. Максим. А то опять спутают по голосу. Да, кстати. Ну, у нас в основном-то закоренелые ребята, которые сидят на трансляциях, они уже различают, где ты, где я, а вот новички, которые приходят. Кстати, новичков у нас стало довольно приличное количество. Онлайн немного сменился, как только мы перешли, так сказать, к лету. Все разъехались, я так понимаю, кто куда, кто в сады, там на огороды, на моря и так далее. Пришли новенькие, это не может не радовать. Сейчас старики вернутся и будем бахать. Ну что, готовность? Темфорд говорит, сейчас минуту, стартанем, сори. Ну вот опять же, убежище, Герман. Давай твои ставки интересно послушать. Проиграли убежище предыдущей катки. Да, Five Pumps. Ну тут опять же, смотри, атака. Атаку, в принципе, играли они довольно дефолтным образом, пытаясь постоянно занимать мидл, коннектор и длину. Но делали это как-то совсем неуверенно. Очень мало именно заготовок именно в плане гранат. Это команда ИКСД было. То есть, а плент, по сути, он, знаешь, он заходил, но он был не совсем подготовленный. Это мне не очень понравилось. Плюс оборону довольно скомко на себя чувствовала. Стэнфорд, играя на коннекторе, ни разу не пропушил этот коннектор вглубь. Так играть тоже, на самом деле, нельзя. Надо стараться иногда удивлять соперника. Длину они не пушили. То есть, если на второй половине команда Хлопи прочувствует эту слабость у команды ИКСД, то вероятнее всего Хлопи здесь выиграет эту карту. Ну а так, посмотрим, все-таки соперники другой. И вообще, из сезонного сезона, азербайджанские-то лютые, лютые, лютые у нас становятся. Постоянно занимают первые места в дивизионах. Ну, кроме легендарных. Так что, ну вот первая аркада. Стэнфорд закрыл Винца. И пока что 5-4. Но там Винц, как по мне, он опять же зря сделал этот мув на коннектор. Зря он полетел Аркадий. Теперь приходится смещаться Тедди. Тем временем, Йорнут Кютбой еще открывается на перестрелку под джампером. Получает дамага. Тедди нашел размен за Сайланс в теле. Также закрывает кому. Но выход от джампера уже имеется. Есть информация по Тедди. Но Тедди на уверенности идет нажимать от Розелли. Еще минус песков. И джампер в считанные секунды остался один. Но здесь в обороне сыграли на ура. Хотя проиграли коннектор, проиграли выход медали. Я не знаю, как отдали в целом этот раунд парня из команды. Но все было для того, чтобы забирать аплэнд. И все. Ну вот опять же, там был минус А Стэнфорда. Причем очень хороший минус. И ребята почему-то никто не поддержал. То есть там вот эта стяжка под аплэнд, она была как-то, знаешь, как старая добрая электричка со скоростью, там, не знаю, 40 км в час. То есть очень медленно, очень медленно было смещение. Тот хвост, который тянулся из-под боковой, из-под меда, на коннектор, на длину. Это вот прям очень медленно было. То есть не было какого-то сразу молниеносного выхода всей команды, чтобы там оборона просто не поняла, куда же им все-таки лучше смотреть. Там на аркаду коннектора, то есть на мидл, то есть на длину и так далее. Там просто вышел один игрок и старался что-то сделать. Но это было, опять же, как-то нелепо в том плане, что он вышел один. Хилпы как таковой не было. То есть длина там притормозила. Кто-то побоялся стреляться с... Сейчас скажу с кем. С фармацевтом или с кем? Нет, точнее с кем-то. С Тэди, по-моему. Да, с Тэди, потому что он играет с СК-2010. Этот парень, конечно, на длине удивил очень сильно всех игроков команды XD. Поэтому надо быть готовым ко всему. И чуть смелее вести себя на карте. И у XD-шек это действительно проблема. Но поехали. Раунд проиграли. Сразу же взяли паузу. Мне кажется, сами парни такие... О, пацаны, не, ну такое это вообще не дело. Давайте-ка подумаем. Давайте-ка подумаем, как будем играть далее. Ну и в соответствии, я так понимаю, пришли к решению своей проблемы. И посмотрим, чем будут отвечать на данный момент. Куда пойдет все-таки атака. Смещение имеется тем временем. Опять же, под позиции Ланга. Выход Меда также не исключен от Фармацевта. Джампер тем временем на всех парах летит под боковую. Здесь же Розаэль находится в районе Секрет Рума. Есть информация по джамперу. Судя по всему, да. Там Юрнот Кьют Бой также смещается через Шорт. Пытался сходить на аркаду под джимами, да. Но джампер зажался спокойно в бомб-сайте. Я не знаю, что он хотел сделать этим мувом. Но стянул на себя он приличное количество внимания. И Тедди, и Юрнот Кьют Бой, и Розаэль. А выхода по 2-плейн как не было, так и нет. Да, то есть там Кома один пикает. Хас там просто стоит на кавре на каком-то. И все. То есть, а так, как правило, ничего сейчас не делается. Стэнфорд пытается пикать коннектор. Ну там и Тедди, и Винс, там их АЕшки сейчас полетят. Вот уже The Silent закрывает одного, Тедди закрывает второго. Все. То есть, видишь, они по одному пикают. А фармацевт в это время только сейчас выходит на мидл. Тем самым он отсутствовал некоторое количество времени, не помогая своей команде вообще ни в каком аспекте. То есть, нету вот этого командного взаимодействия у XD, что мы, по крайней мере, на этой карте, так точно. На ВВГ там окей, они очень классно в А заходили. Но здесь, почему, не знаю. Возможно, они эту карту просто-напросто не играют. И это пик соперника регулярный. То есть, да, что в случае с командой 5-пампс, что и в случае с командой Хлопья. И вот здесь, смотри, The Silent сразу пошел пушить лонг. Пошел пушить лонг. Ну, есть первый минус. Ну и просто надо отойти теперь дальше. Размена от джампера имеется. Но это 4-п-4. И Вин здесь тоже все-таки должен погибать. Но он перед этим вышел на перестрелку все-таки с джампером. Там после смерти нашел еще каким-то образом килл за машиной. Но и позиции Аплэнта на данный момент должны занимать. Надо быть более уверен. Мехас все-таки проходит на позиции бомбсайта. Есть информация, что через мид работает Розаэль. Там фармацевт пытался еще искать фраги. Если честно, не знаю зачем. Спокойно тиммейты должны были давать информацию о том, что плейн занимается, бомба будет установлена. Давным-давно было пора сместиться. Уже как раз-таки на позиции лонга. И просто принимать. Но и Арнод Кютбой выходит тем временем на перестрелку коннектора. Есть минус по Стэнфорду. Хаст остался один. И также получает по шапке от Розаэля. Тем временем второй раунд забирают для себя также игроки команды Хлопья. Это 2-0 на убежище. Но здесь явно дела идут. А, это 3-0. 3-0. Да. Это 3-0. И у команды Хлопья прям огромнейшая проблема. У них одного раунда в атаке. Это прям действительно уже какой-то недиагноз. Но факт того, что атака просто-напросто не знает, что делать сейчас на карте. Хотя оборона на самом деле сверхъестественного тоже ничего не показывает. Аркады боковой постоянно есть. Здесь напрягают, не дают выйти изначально и занять эту позицию атаке. Но вот в этом раунде есть небольшие проблемы. У Де Сайленса и Винза по Хеллсбару. Там вроде как джамперы вместе с Хастом на пару раздамажили. Но вот Розелли по-прежнему на Аркаде этой боковой никуда не отступает. И под него готовится выход. От Стэнфорда фармацет. Возможно, сейчас будет первый минус от атаки. Но посмотрим. Кома тем временем выходит на перестрелку. The Silent сейвится как может. 28 кп также у Винза. Здесь джампер может его давить. У него явно есть информация, что сафирник Рейлиной. Но выход от Комы соло. И здесь Тедди спокойно его принимает. Есть пачка. Тедди очень хорошо включается для своей команды на этой карте. От Йорнус Китбой есть минус еще и по джамперу. Смещение имеется от Стэнфорда и Фармацевта. В район Б сайта есть минус. Но правда Стэнфорд не ожидал, что Винс выйдет на перестрелку. Вдогонку на шорт. Есть фраг и Хаст засветился. Засветился, фрага не нашел. И сам стал фрагом для Тедди. Ну и Фармацевт 1 в 3. Да, конечно, там 3 битых игрока. 7, 28 и 26 хп. Но количество должно превращаться в качество. Правда, Тедди пока что погибает. Фармацевт понимает, что, наверное, с КТ и с боковой сейчас будут выходить 2 оппонента. И надо просто сыграть, на самом деле, постараться на деф-бомбу. The Silence хорош. The Silence реально хорош. 4-0. Хлопи доминирует вообще, по сути, не оставляя ни малейшего шанса своим соперникам. Ну, ладно. Тут пока идутся действительно к третьей карте. Сомневаюсь я, что вот как-то, знаешь, даже если там 7-2 выиграют первую половину команды хлопья, они отдадут атаку. В это будет действительно очень трудно поверить. Ну, здесь в целом на убежище для команды XD проблемы действительно колоссальные наблюдаются. Я не знаю, почему они ее в очередной раз взяли. Они проиграли ее против команды Five Pumps. Причем проиграли явно не с качелями, да, так сказать, в счете. Были действительно проблемы. Я бы ее забанил на их месте. Но, тем не менее, они решились ее сыграть вновь. И здесь уже все близится к тому, что пятый раунд будет в активе соперника. Минус 2 уже игрока у команды XD. Но Jumper находит размен по UR Not Cute Boy. Смещение имеется через боковую. Но здесь Розаи. Секретрума. Есть дамаг минус и размен фармацевта. Фармацевт занимает плент. Фармацевт не знает, что у него в упоре за боксами еще имеется Тедди. Но Тедди здесь тоже, наверное, лучше не палится. Ада Сэнлс будет со Стэнфордом стреляться. И Стэнфорд оказывается сильнее своего оппонента. Там спин Винс выходит. Немножко надамажил. И Тедди здесь просто должен принимать шорт. Больше ничего ему делать не надо. Либо играть просто на слух против фармацевта. Фармацевт в пленту. И, в принципе, он тоже здесь не палится. Поэтому от него можно ожидать здесь фраг. Да, все. Его спалили. Его спалили. Теперь просто с двух сторон, вероятнее всего, будут стараться зажимать. Либо просто двоицей. Так и пойдут игроки команды. Хлоп. Итак, Винс его закрывает. Стэнфорду ничего не остается, кроме как ставить апплент и играть с крисами клатч раунд. Ну что, твои ставки сделает или нет? Ну, по идее, Стэнфорд должен выиграть этот раунд. Сколько у него там патронов в парных ванах? Посмотрите. 34. 34. Но вот с этой позиции, да, я, наверное, на Стэнфорда поставлю все-таки. Редоу и Тедди, пусть и фуловый Винс. Но Стэнфорд за счет своей позиционки должен, конечно, будет выиграть раунд. Но они сейчас дают ему информацию просто по себе. Они не собирались скрываться где-то при проходе Ланга. Откидываются еще ХАЕшки. Но, тем не менее, это, конечно, не приносит положительного импакта. И есть минусы-таки от Эдди. Задавили Стэнфорда. Но и в очередной раз оборона забирает раунд для себя. Но убежище, ребят, надо разбирать. Надо разбирать XD. Если они выходят, точнее не если, а выходят, мне кажется, все-таки на третью карту. Если камбэка никакого не будет, то убежище просто пересмотреть реплеи с этого матча, с матча с командой FivePumps и решать проблемы, но убежка не идет. Стэнфорд находит минус. Но здесь аркада от Винса была никуда. И от Хаста есть фраг. Ну, слушай, как только более-менее агрессивно начали играть, смотри, и сразу же получилось хоть что-то. Да, вышли хоть в этот Аплэнд спустя 20 секунд. И получилось. Сыграли как команда. Просто, знаешь, вот как-то в футболе говорится, бей-беги. Самая простая стратегия. Да, но вот она сейчас сработала. Она реально сработала и помогла просто утиралась забрать. Но пока еще, подожди, хотя Кьютбой. Вместе с фармацевтом остается 1х1. Полетел Хаешка в плент. И Кьютбой погибает. Ну что, 5-1. И здесь такая сказка. Сейчас три раунда подряд, 5-4. Камбэк. Все плачут. Кто-то аплодирует. Знаешь, мне кажется, команда XD до предыдущего раунда, мне кажется, они чувствовали себя довольно зажаты. Не уверены в себе. То есть они очень медленно выходили на перестрелки. Очень аккуратно пытались искать своего соперника. Здесь просто в наглую полетели вперед. И все у них удалось. Но они прекрасно понимают, что к очередному фаст раунду соперник будет готов. Оуф играют уже менее агрессивно. Но, тем не менее, смещение у нас наблюдается в район Б-сайта. И здесь же под мидом Тедди должен будет встречать Стэнфорда. Есть по нему информация. Розаэли, опенфраг, минус джампер. Но Б-плейнт не отпускают. Продолжается борьба. Ну, Кома находит все-таки минус парнянку в бою. И Фармацев также находит минус. Тедди размен, но Тедди идет через шорт. У него 2 хп всего лишь. Ему надо стараться просто жить и давать информацию с боковой Винс. А Винс против Фармацевта здесь будет играть. И кто пойдет через КТ? Через КТ вообще никого нет. А это на самом деле проблема. Хас закрывает все-таки родового Тедди. Ну и Фармацевт должен здесь давать информацию по Винсу. Он его видел, он его видел. И куда же ты летишь, Хас? Зачем? Ну, хотя бы Фармацевт разменялся. Что неплохо. Есть информация у Сайлентса по Фармацевту. И можно дергать на Деф на самом деле. Сейчас он подбежит, Фармацевт. И Сайлентс будет просто-напросто здесь уже агрессивно играть. Ну, прекрасно понимает то, что Фармацевт просто байтит его на этот таймер. Выходит на перестрелку. И Фармацевт справляется со своей задачей замечательно. Ну что, 2 раунда уже забрали. 2 раунда забрали для себя. Ну и со счета 5-2 вполне еще вероятен шанс камбэка. Да, так сказать. Ну, даже не то, что камбэка. В любом случае, переиграть своего соперника по первой половине уже не удастся. Но сыграть хотя бы впритык можно. 5-4 закончить. И тогда все идеально будет у этих ребят. Но, тем не менее, опять же, Раскет Хае полетел под Винсона. А Плейн Зе Сайлентс принимает выход Ланга. И Кома первый на контакт. Так, ну что, Деф на нас пока ждет информацию, что там Ланг пытается напрячь. Но Деф на нас есть первый минус по Хасту. И без Хаста будет довольно тяжеловато. Тяжеловато, что у нас у Кома. Кома 1-6, у Джампера 2-6. Но Джампера, конечно, у ВГ блистал как только можно. А вот на этой карте пока не особо все получается. Здесь, возможно, Стэнфорд пойдет давить шорт, где играет Тедди. Тедди очень бит, Розели есть минус. Размен нот. Формация F2 также имеется. Стэнфорд еще один минус на шорте. Юрн от Китбой в упор. У Ашки, конечно, очень, очень импактный. И ему надо здесь, конечно, играть агрессивно. Но информация погибает. Кома попытается, наверное, разменяться сейчас. Нам получится или нет, тоже непонятно. Нет, не получится. 1-3. Да, он его закрывает. И Стэнфорд попытается исполнить клатч-раунд для своей команды. Смещение на мидл. 81% здоровья. Винс готов его принимать. Но Винса можно закрывать. И следом добраться еще и до The Silence. С учетом того... Ай-яй-яй. Здесь дуалы. Я видел, что он сидит с дуалами. Камера сверху. Но там 18 патронов. Так что это может действительно сыграть с ним злую шутку. Но принимает решение смещение через мидл. Скорее всего, в дальнейшем пойдет на ротацию ланга. И в соответствии выхода Аплэнта. Мидл с одиночки можно еще отстрелить. Если соперник, опять же, полетит довольно агрессивно. Но навряд ли перестрелку по одному мы увидим со стороны обороны. На данный момент хлопья, скорее всего, даже если позволят поставить бомбу. Они дождутся готовности выбивания от всех своих игроков. Ну и спокойно откроются на перестрелку. А там уже, как Стэнфорд справится, не справится, покажет время. Но времени все меньше и меньше. Так что надо действовать быстрее. Ну что, будет прямо сейчас установка бомбы. Будет она в закрытую. Понятное дело, Стэнфорду здесь ни в коем случае рисковать нельзя. Ну что, 1 в 3. Но 18 патронов парных. Во, конечно, это очень мало для приема этой позиции. Так, Винт сыграет слева. Дэсайллс будет стараться щемить справа. И все. По Стэну уже есть информация. Дэсайллс вылетает. Ну и здесь 50 хп. Хорошая пачка от Стэна. Ну и дальше уже Винт сыграл по классике жанра вместе с Кит Боем. Две машины для убийства. Шестой раунд забирают сейчас. И это последний раунд первой половины. Ну, не знаю. 6-2 это, конечно, сильно. Сильно, тем более за оборону. Ну мы продолжаем. Третий раунд надо. Надо кровь из носу забирать троечку для себя. Ни в коем случае не отдавай 7-2. Смещение имеется под Зэсайллс. Ну вот он, очередной наглый раунд. Быстрый раунд через позиции Ланга. Но коннектор слишком долго заходил. Очень хорошо зазонили хаешками. Тедди красавец. Я не знаю, как он это сейвит, но он это делает. Есть триплкил в его исполнении. До квадра вполне может добраться. Каст уходит назад, но за спиной у него еще хуже дела обстоят. Там находятся двое оппонентов. Но и Арнод Кьют Бои ставит точку на первой половине. 7-2. Да, 7-2 это, конечно, такой сумасшедший задел на карте убежище, что, мне кажется, растерять его будет очень и очень тяжело команде Хлопе, даже если захотят. Ну, не знаю. Не знаю, посмотрим. Хочется спросить у команды, Иксд вообще играют ли они эту карту. А потом уже, в принципе, можно тогда объективно судить. Стоило ли как-то хотя бы даже рассчитывать на то, что могли бы закомбетчить команда? Ну, знаешь, если бы они ее вообще никак не играли, да, вообще бы не тренили, мне кажется, они бы ее и банили первым делом. То есть, ну, как объяснить еще? Не, ну, просто знаешь, как бывает, типа ты играешь на миксах, такой, блин, вроде получается, вроде что-то залетает, говорит Стэнфорд. А Стэнфорд потом спрашивает, Ком, Ком, а у тебя, да, я тоже на миксах играл, довольно неплохо получается. А, ну, давай, значит, поиграем, в принципе, такое. Пусть мы ее не тренируем, но это лучше, чем для нас там метро, там еще какая-нибудь карта и так далее. Так что... Ну и поехали. Смотри, вторую половину. Между командами Хлопьи и XD, пока Хлопьи идут к своему камбэку на второй карте. Вернутся они или нет, мы сейчас увидим, но прогнозируется, что да, вернутся. И там все решится тогда на третьей карте. И эта карта будет деловой центр. Да и там будет, на самом деле, очень интересно. Ну, опять же, загадывать мы не будем. Все-таки в истории по М-Бланке случались и такие нелепые камбэки, что, казалось бы, их просто банально даже представить. Нельзя даже самому извращенному фантазеру. Так что смотрим, дорогие друзья. Играем до конца, в принципе, и совет для всех. Даже если у вас что-то не получается, даже при счете 9-0, не унывайте, вы можете закамбэчить. Ну, посмотрим, как XD-шки покажут себя в обороне. Но там The Silence уже вовсю ведет охоту как раз-таки на Secret Room, где и принимает Кома. Откидывается Хаешка. Кома пытается еще отсюда выйти живым, но пока что соперников только прибавляется. Есть информация Розаэля. Спрей, опять же, не задается. Розаэль неплохая пачка. Ну и, судя по всему, попытка будет смещение на позиции П-сайта, где и принимает Джампер. Тем временем, размен имеется от Фармацевта, но далее погибает Хаст, погибает Джампер. Фармацевт вместе со Стэмфордом вдвоем против четверых при поставленной бомбе. При этом Фармацевт на тычку. Раунд, конечно, под огромным вопросом, сомнением. Есть смещение на песках, минус от Розаэля. Стэмфорд в размен, но 4 хп его добивает. 8-2. Да, 2 раунда победы Команда Хлопья. На самом деле, на месте XD, я бы, знаешь, как сейчас поиграл, бы просто хаотично, знаешь. Прибавя себе морали на третью карту. То есть, знаешь, можно побегать просто по Аркадии, там кому-то взять кемпу и так далее. Просто по Файнце поднять банально себе настроение перед деловым центром. Потому что, знаешь, когда ты проигрываешь очень сильно, и ты понимаешь, что у тебя ничего не получается, зачастую ты начинаешь психовать, вгонять в себя в минус мораль, в тильт, как это модно говорить. Но надо это понимать, надо понимать, и надо уметь проигрывать, надо уметь отпускать карты. От Йорнот Кит Боя первый фраг под боковой, Джампер падает, здесь же Укома огромный, проблема Койма тоже отсюда никуда не уходит. Уже 5-2, Ахас вместе со Стэдфордом вдвоем. Хорош, хаишка под Хастом, но он здесь, конечно же, уйдет от нее, но это дымовая граната была. Но вот первый раз у Стэдфорда, но все равно 2-4 на поставленной боме на Б, это практически неттащибельная ситуация. Смотри, они уже просто сами пошли выжимать те же пески, они не стали ждать, пока соперник сам к ним придет. От Розаэли еще пару киллов имеется, ну и в соответствии уже в шаге от победы находятся игроки команды Хлопь. Молодцы, молодцы, убежку отыгрывают для себя, причем очень уверенно. Но как было отмечено Германом, да, скорее всего, здесь самый лучший вариант для команды XD, это отпустить карты, уже немного пофаниться, повеселиться на этой мапе, чтобы отойти, так сказать, от действительно жесткого поражения. Ну и перейти к деловому центру. Слушай, я за ДЦ соскучился уже просто. Ну, ДЦ, да, у нас очень редко стало как-то в последнее время играться, и вчера, по-моему, только позавчера, точнее, одна карта была, и все. Так что у нас убежища очень много стало. Ну и так, Стэнфорд будет принимать пока что в соло-бэп-плэнт. Кому у него на подхвате, конечно, Шарта играет, но он играет глубоко на Шарте. Молниеносных ЛП не будет. Ну и Стэнфорд должен понимать, что нужно играть больше в закрытую. Есть минус от него раз, ну а ДС размен два, ну и теперь как раз-таки Кома должен был помогать Шарта, но по таймингу он проспал и получает по голове. Это уже 2 в 2. Розаэль погибает от Хаста, не ожидал здесь увидеть своего оппонента. Но бомба ставится, а ДС на самом деле может потащить даже этот травм. Ну что, ДС, давай, давай. Смещается тем временем под боковой, он прекрасно понимает, что отсюда может также работать Техас, но тем не менее информацию по нему добыть не удалось. Ай-яй-яй Хаст засветится, да, засветился, есть минус, но тем не менее раунд не удалось потащить Зе Сайлансу и в соответствии забирают, забирают его для себя игроки команды XD. Ну, капля меда, так сказать, в бочке дегтя на данный момент для этих ребят. Но навряд ли эти раунды уже для них какие-то зацепки. Вот когда уже вплотную подойдут, да, знаешь, где-то будет 9-6, 9-7. Вот тогда парни, мне кажется, начнут уже вновь бороться с новыми силами. Ну, а сейчас на релакс. Так, ну что, Фармацевт также подгибает под Аплэн Томс. Размен 2 в 1 был от команды XD, точнее, для команды Хлопья. Ну, здесь также про размены от Джампера и Винза имеется. Розелли должен был слышать пробегающего Джампера. Сейчас через Мидл, но там еще и Кома в Аркаде боковой был, поэтому ситуация 2-2 на карте становится. Тедди будет ответственным за длину и выход как раз-таки из-под коннектора в сторону Ланга. Тоже так, Джампера спалили. Джампер хороший минус. Ну и Винц с крисами, точнее, с улажками в руках и против двух уловых. Тяжело ему будет, очень тяжело. Ну, слушай, как-то поздновато проснулись ребята из коллектива XD. Очень поздно. Согласен. Ну, тем не менее, парни стараются. Стараются вернуться в игру, еще один килл имеется. Ну и раунд забрали. Раунд забрали. Так, Герман, подожди, у меня что-то какой-то странный экран вылетел ко мне под мини. Экран вылетел к Максиму. Осторожно, осторожно. Ну что, 5 маппоинтов остается у команды Хлопья. В принципе, одну из 5 попыток, я думаю, они так или иначе реализуют. Но и здесь нужно им быть немножко повнимательнее с аркадами, потому что XD-шки в последние 2 раунда начали пушить и боковую, и длину довольно часто пушат, и мидл играет агрессивно. Это тот стиль диффенса, который, в принципе, мог бы помочь с самого начала. Если бы эти 2 раунда не отдали, то, я думаю, никто бы не списал до конца команду XD в этой катке. Но пока что по размену с каждой стороны. 4-4, Йорнон Кюльбой закрывает. Под коннектором еще и Фармацевта. У Хаста 9 хп. У Хаста здесь, по идее, должны закрыть вообще без проблем. Так, и есть Розель. Хорош. Фраг и комы вместе с джампером остаются вдвоем. Вдвое на больших песках, а там в случае, если кто-то погибнет у атаки на Апленту, там в спине есть товарищ Десайлент. И Десайлент постепенно сейчас еще будет как раз-таки выходить. Раза есть минус, и Раза Л также еще один фраг. 10-4. Итоговый счет на второй карте. И все решится на деловом центре. Хлопья 10, XD 4. Кто же ставил такую ставку на карту убежища? Сейчас узнаем. 10-4 на команду Хлопья ВКонтакте не поставил никто. Код в чат без последней цифры. А на Ютубе 10-4 на Хлопья. Тырын-тыты-тырын. Саша Петров. 10-4 на Хлопья. Я жду тебя в личные сообщения в Контачье. И будем пополнять тебя донатом. Будем пополнять тебя донатом. Так, я так понимаю, здесь требуется перезаход небольшой. Да, парни отправляются на паузу. Так, Герман. Тут тебя просят передать привет в чатике Ютуба. Денис Бондарев. Здравствуй, Денис Кобондарев.